Всем привет, это новый день тренировочный мой. Я лечу на тренировку, потому что потом работа. Поспал сегодня 3 часа, зато хорошо поел с утра. Рейс рыба, предтреник, протеин белорусский, проспорт. И сегодня будет 4-й день на этой неделе. 4-й день на этой неделе тренировочный, я его позаимствовал со второй неделей тренировочной. На следующей неделе должно было быть 4 тренировки, а будет 3. Потому что были тренировки понедельник, вторник, четверг и захотелось еще в субботу. Сегодня будет грудь, 2 упражнения спина, 2 упражнения дельта, 2 упражнения пресс. Потом 4-ю дневку, когда будет 4 дня тренировочный, добавится еще по упражнению. Жим штанги лежа широкий хват. Есть много разных вариаций выполнения его, как и ноги поднять, чтобы прижалась полностью спина к лавочке, чтобы больше включалась в работу грудная мышца. Также можно локти развести полностью в стороны, чтобы они смотрели в пол и были вдоль штанги. И опускать на уровень ключицы КДК. Тогда больше прорабатываются внешние края грудных мышц. Чтобы убрать жировые отложения, больше проработать края мышц. Также еще есть выполнение, как обратным хватом. Но нас это сейчас покуда не интересует. Тяжеловато, что пошло. 85 кг по 8 раз, 3 подхода. Затем жим, угол 45 градусов, наверх груди. 3 по 10. Скорее всего не выспался, потому что 3 часа всего лишь поспал. Из-за этого тяжеловато. Сказываются ощущения такие дурацкие. Конечно, все бросить и уйти. Жим гантелей, угол 45 градусов. Это больше наверх груди. Чем выше угол, тем больше включается в работу дельты. Техника выполнения упражнения такая же самая, как и при разводке гантелей. И при жиме штанги лежа. Точки опоры это ноги, ягодицы, лопатки, голова. Ни в коем случае никогда не отрывайте голову. Это травмоопасно и свидетельствует о плохой гибкости. В будущем, когда доберетесь до больших весов, у вас будет осложнение с шейными позвонками. Из-за перенапряжения может начать болеть голова или подниматься давление и так далее. Выполняйте примерно так, как у меня на видео. Гантели, внешние края гантели, то есть где мизинцы, приподнимаются кверху. Руки опускаются практически под самую грудь. То есть, чтобы кулаки были на уровне груди. Ниже не следует опускать, потому что выращиваются дельтовидные мышцы. И жмете как бы полукругом, вверху сводя гантели. Но ни в коем случае их не стукать. У вас лопатки должны быть напряжены и сведены на протяжении всего упражнения. И как будто жмите слегка вперед, то есть под углом. Если жать чисто вверх вертикально, то получится, что будет включаться больше в работу дельты. Тренировка спины будет подтягивания за голову и тяга штанги в наклоне к груди. Два упражнения, три. По три подхода. Подтягивания широким хватом за голову. Принцип выполнения подтягивания такой же самый, как и подтягивания к груди, к подбородку. Широким хватом. Я подтягиваюсь до того момента, где мне комфортно. То есть, чтобы я не сутулился и не искривлял технику. А чисто своими мышцами, до сколько смог, потянулся и опустился до такого состояния, чтобы дельты не отрывать от лопаток. Лопатки не разводились в нижней точке и не поднимались вверх дельты. Получается, лопатки, трапеция напряжены, дельты опущены и вверху то же самое. Без дерганий, без скривляний. Голову вниз не опускать, назад не задирать. Также советую выполнять и новичкам, и всем остальным. Еще чуть осталось, потом пойду похаваю. Похаваю. Хаваю. Тяга штанги широким хватом в груди. Довольно сложно описать и охарактеризовать это упражнение в правильной технике. А я попробую. Спина практически не должна затесываться в виде читинга, рывков, толчков, изгибов. Она в этом упражнении должна быть ровно горизонтально. Ноги слегка согнуты. И самое что важное, нельзя опираться на пятки. Только на носки. И пятки слегка отрываются от пола. Чтоб вы чувствовали, как будто вы наклоняетесь вперед, но как бы и стоят на полу, и как бы отрываются. Чтоб снять нагрузку с поясницы. Не надо вперед сильно наклоняться. Бедро ноги должно быть примерно под углом 45 градусов, 45-50, в зависимости от вида упражнения. Тяг на спину. Есть такие же тяги, как тяга к поясу, тяга к животу, тяга к груди. Также есть и хват разный. Средний, широкий. Еще можно более узким использовать. Также и обратным хватом. Я в другом видео более точно приведу тяги к поясу. Упражнение на дельту. Два упражнения будет. Потом в конце системы еще одно упражнение добавится. Жимы за головы. Широким хватом. Три по 8-10. Три подхода по 8 раз буду делать. 40 килограмм начну подбирать буду. Жим штанги за головы широкий хват стоя. Довольно очень хорошее упражнение, но и также травмоопасное. Принцип выполнения такой же самый, как и жим штанги стоя с груди. Как и сирене, так и широкий хват. Дело в том, что тут штанга опускается до уровня мочек ушей или чуть ниже. Но не до дельт. Выворачиваются суставные сумки верхнего плечевого пояса. А при другом хвате его выполнить просто-напросто нельзя или очень травмоопасно. В нижней точке на уровне мочек ушей, когда штанга опущена, предплечье должно быть строго вертикально. Никак не под углом ни 45, ни 55, ни 30 градусов. А строго вертикально, как у меня на видео. И выжимать штангу строго вертикально вверх. Никак не вперед, никак не со всей силы назад. Ноги слегка сонуты, поясница прогнута, пресс напряжен. И вы как бы прогибаетесь под штангу и жмете вверх. Без всяких рывков, без толчков. Добавил 5 килограмм на штангу, 45 будет. В прошлой системе я делал 45, 6-8 раз по-моему. Из-за головы, так что решил и сейчас в 45 вернуться. Но уже и так сегодня дельты нагружал. При жиме, горизонтальном, под углом, еще и подтягивания тоже на дельту нагружаются. Тяжелый день для дельт сегодня. Разводка гантелей в наклоне на заднюю дельту. Есть много вариаций проработать заднюю дельту, но я выбираю с гантелями, так как я больше всего ее чувствую. Именно заднюю дельту. То же самое на протяжении всего упражнения. Руки слегка сонуты и они это положение никак не меняют. Вверху при разводке они не выпрямляются, мизинцы натянуты. Когда гантели внизу, они смотрят правая часть, где мизинцы, гантели опущены вниз, к полу. Лопатки старайтесь свести, дельты опустить, поясницу прогнуть. Спина должна быть практически горизонтально полу. Ноги слегка сонуты и разводите гантели, докуда вы можете. Тут по-другому его не выполнить. И самое главное, старайтесь локти полностью, чтобы смотрели вверх. То есть, чтобы предплечье, само плечо, а плечо это у нас от дельты до локтя, разводилось строго вертикально вверх. Сейчас, нахрен, прессы домой. Тяжелая очень тренировка была сегодня. Скорее всего, как я говорил, уже не выспался, так что я на это и грешу. Чтобы тоже на курсе не погореть от больших весов и объемной тренировки. Это на 80 раз, это должен быть примерно 50% от максимального веса. Но что-то мне ни хера не кажется, что жим лежа 85 килограмм. Это 50% от моего веса. Получается, я 170 должен пожать. Короче, еще раз говорю, что я нифига не знаю про курс. То есть, про систему на курсы. Буду на себе экспериментировать эту систему. Идеально ее не получится сделать в самом начале. Но я думаю, в середине системы я уже доведу до ума. Что-то изменю, что-то уберу, что-то поменяю. Просто хочется все сразу делать и грудь, и спину, и все прорабатывать. Так нельзя, слишком погореть можно. Центральная нервная система, она со дна, и она очень нагружается. И из-за этого можно погореть. Переутомление, перетренированность даже на курсе. Хоть она не будет чувствоваться, организм сам внутри. После курса даст себе сбой очень сильный. В этом я точно уверен. Что можно, что нельзя. Можно ли три группы мышц в один день? Грудь, спина, дельта. Это получается тяжелая тренировка будет. Я ощущаю ее тяжелой. А если учесть, что она будет на следующей неделе, 4-х дневка, грудь, спина, дельта, понедельник. Допустим, в среду ноги. Сейчас была первая неделя 6-8-8-10. Вторая неделя 8-10. 10-12 будет. И одна тренировка будет на 10-12-12-15. Чисто пам такой. Все, до новых встреч. Тренируйтесь, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова